Это роковое столкновение произошло сегодня рано утром на трассе Москва-Архангельск в Ярославской области. Как сообщают очевидцы, иномарка «Шкода» пошла на обгон, но машину занесло. Водитель не справился с управлением и автомобиль развернула на дороге. После чего в легковушку врезался внедорожник «Грейт Волл». В результате аварии погибли водитель «Шкоды», две ее пассажирки и полуторагодовалый ребенок. Водителя второй машины в тяжелом состоянии доставили в больницу. Добавим, что на автомобилях были вологодские номера. Еще один человек погиб, и один пострадал на автодороге «Сокол-Харовск-Вожига». На трассе перевернулся лесовоз, перевозивший бревна. Одно из них попало в иномарку, водитель которой получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку с сотрясением головного мозга госпитализировали. Как выяснилось позже, саму аварию спровоцировал водитель мопеда, который ехал в темное время суток с выключенными фарами. Судя по всему, водитель лесовоза сначала не заметил двухколесное транспортное средство, а когда приблизился к нему, то пытаясь уйти от столкновения, применил экстренное торможение. Но многотонную машину занесло, и она перевернулась. Подробности этого ДТП еще устанавливают полицейские. На скользкой дороге занесло и автобус с детьми в Великоустюгском районе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В салоне находилось 10 человек, в том числе 8 школьников с 1 по 9 классы. Все они ехали на учебу, и, как отмечают полицейские, ремнями безопасности были пристегнуты почти все пассажиры, за исключением одной девочки. Именно она в результате аварии получила ушибы и ссадины. Остальные ребята не пострадали, но в школу они так и не поехали. Всех учеников отправили домой. На месте ЧП работали специалисты, которым и предстоит выяснить все причины случившегося. Серьезная авария произошла и в Шекснинском районе. Накануне на дороге Павликова-Браткова 60-летний водитель УАЗа не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина опрокинулась. В результате сам водитель не пострадал, но две пассажирки 52 и 60 лет получили значительные травмы.